Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает воподом. И сегодня речь пойдет ни много ни мало об Астрид Линкорн. Любимая писательница. Она нам не знакома с той стороны, как мне кажется, с которой я сейчас вам буду ее представлять. Поскольку в детстве я не встречал эти книги для самых маленьких. Да-да, Линкорн писал не только свои знаменитые повести, но и книги-картинки для малышей. Вот она вместе с Китти Краутер, автор книги «Не спит лишь гном». И это чудесная совершенно книга. Кстати, потрясающий фортуз. Посмотрите, здесь у нас фигурка гнома. А узнаете, что вокруг него? Правильно, это же прорезная снежинка. Да, простейшими такими, значит, способами при помощи вырезания ромбика ножницами на сложенном листке бумаги мы получали такие снежинки и уклеивали ими весь детский сад, все советское детство. Вот, значит, это такая вот ностальгическая штука. Видимо, не только нашему, скажем так, нашим методикам работы с советскими дошкольниками свойственная. Вот этот вот «Не спит лишь маленький гном», перевод со шведского Ксения Коваленко, это очень простая, очень нежная, очень добрая история. И, собственно говоря, здесь мы не увидим той самой Астрид Лингрен, к которой привыкли. Немножко хулиганистый, немножко шероховатый. Ну, помните, каков наш Карлсон, каков наша Пеппи, там Эмиль, да, это все такие вот очень проказливые дети, да. Это совершенно добрая, нежная, в колыбельном стиле написанная история. Но имеет какие-то некоторые особенности, которые я вам попытаюсь сегодня рассказать. А имя великой Астрид Лингрен, как вот этот теплый желтый фонарик, освещает как бы саму книгу, да, ну, вот и передает, придает ей особое такое обаяние, да, которое, конечно, для всех выросших на книге Лингрен действует, мне кажется. Вот. А маленькому читателю рассказывается, что на дворе глубокая ночь. Где-то в лесной чаще под покровом снега уснул старый хутор. Вот. А давным-давно пришел сюда человек, не какой-то конкретно, а в принципе человек, вспахал землю, выстроил дом. Как его звали, никто не помнит. Уснул под снегом старый гном, старый хутор и все его обитатели. Не спит лишь, вот, многоточие, да, и нам показывается, кто не спит. Маленький гном. Он живет в укровном уголке на сеновале. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что это домовой. Но домовой в русской традиции это совсем другое существо. Гномы бывают тоже разные, как мы понимаем. Ну, то есть, как бы, при всем моем уважении, гимли вы немножко другие гномы, да. Вот. А там вот... И это разные традиции, сказочные и фольклорные. Здесь маленький гном, скорее, существо очень детское. Существо очень понятное и такое соразмерное маленькому ребенку. Потому что наш домовой, он вообще проказник. Ему, как вы знаете, по приметам, чтобы не шалил, газету вверх ногами вешали. Значит, на стенку сарая, там, или конюшни, да. И он, значит, ее читал внимательно ночью. Вот. Молочко ему ставили на блюдце. Вообще, он мог очень сильно нашалить. И, в общем, домовенок Кузя, который, как мы помним, безобразничал, так еще. Это просто, ну, вот такой невоспитанный, значит, прокрасливый домовой. А маленький гном у нас здесь другой. И так он живет на сеновале в угромном уголке. Вот. Он уже сотни зим повидал. Здесь сказано о том, что он очень древнее существо. И он ночью выходит гулять и проверять, все ли в порядке. И вот здесь у нас вступает уже в свои права художник. Потому что гном, который нарисован, это действительно хранитель. Просто это не сказано в тексте там, ну, что конкретно он делает. Мы знаем, что домовой у нас будет расчесывать пятерней гривы лошадям. Но если вы найдете лошадь в городской квартире, то можете, конечно, и расчесать их гривы. Но, мне кажется, даже у домового, у сказочного создания с этим будут небольшие проблемы. Поскольку держать коня на балконе – это, ну, не камильфо. Это немножко неправильно. Вот. Значит, а здесь у нас именно сельская, хуторская жизнь. И вот, значит, художник нарисовал, как гном общается со всеми созданиями, которые, сон которых он охраняет и которых он навещает. И это перед тем стихами. Гном говорит с ними на своем беззвучном языке, понятном коровам. Нарисованная корова. Сотни раз видел я, как зиму сменяет лето. Сотни раз видел я, лето зима сменяет. Скоро, скоро вы выйдете снова на травку. А действительно, о чем может мечтать в зимнем стойле, да, значит, зимующая корова? Конечно, о том, что снова настанет весна, и снова она будет пастись на травке, на зеленом лугу. Вот оно, счастье-счастье, да. Вот он разговаривает таким же беззвучным языком, это рефрен, он повторяется во всей книге. Сотни раз видел я, как зиму сменяет лето. Сотни раз видел я, лето зима сменяет. Скоро поскачешь ты снова по сладкому клеверу, говорит он лошади. А лошадь, этот художник, постарался косить глазом. Так, ооо, так ей очень приятно. И что-то приятное рассказывает гном и ягнятам, да, и курочкам. Посмотрите, одна из них заснула у него на руках, он ее убаюкивает. Вообще мысль о том, что курицу можно убаюкивать, это, ну, как бы, она странная. И художнику как раз фантастичной ситуации очень хорошо удалось передать. Посмотрите, как тень гнома на полкомнаты от лампы падает, у него такой фонарик. Но маленькому ребенку как раз ситуация очень понятна. И вы сами сто раз это видели глазами собственными, убаюкивать можно все, что угодно. От старой каоши до синхрофазотрона. Потому что оживить любой, это единственное, как бы, ну, обезьяны еще так поступают. Некоторые животные могут иногда при сбое программы принимать за детеныша неодушеленный объект, но только человек умеет одушевлять все, что угодно. То есть нам достаточно просто увидеть мордашку, глазки или, значит, и все. И уже ребенок берет и, значит, воспринимает как что-то живое вот это вот создание, да. Вот. Естественно, дело доходит и до собаки. Естественно, заглядывает он и к детям, и он им говорит, только люди меня никогда-никогда не видали. Вот его песенка продолжается, и в ней меняется последняя строчка. Но ночью всем детям положено спать. Он проверяет, как спят дети. Все ли хорошо, все ли спокойно. И то есть мы понимаем, что это некая волшебная сила. В красном колпачке с легкими ножками, чьи крошечные следы, тоненькие тропинки между домом и хлебом, конюшник, курятником и амбаром, утром могут заметить на снегу люди. Но и только. Видеть его никто не видит. И вот эта волшебная сила охраняет, успокаивает, оберегает сон. И это очень здорово передано в таких добрых иллюстрациях, да. Вот. Наконец, все заканчивается кошкой. Кошка, как самое такое магическое создание в доме, она, видимо, близка, да, и к гному, и она его видит. И он ее, видите, даже молочком поет у себя, значит, в уголке укромном на сеновале, где он живет. Там у него тоже кроватка, и там он спит, видимо, день напролет, пока, значит, все остальные бодрствуют. А еще замечательно то, что у него на подушке лежит книжка. Мы не видим, какая это не Чижиковские иллюстрации к доктору Айболиту, где у нас под подушкой у пирата Мурзилка, значит, журнал любимый лежит. Но мы не знаем, какая это книжка, но это делает гнома еще более близким, понятным и очаровательным существом. То, что он на ночь, точнее, под утро, видимо, выполнив все свои обязанности, у него горит уютный фонарик, лежит, свернувшись клубочком кошка, и он читает книжку. Ну, рай да и только. Не песенка его звучит таким образом. Сотни раз видел я, как зиму сменяет лето, сотни раз видел я, лето зима сменяет, знаю, что ласточки к нам прилетят непременно. И мы вместе с гномом верим в весну, пока над хутором наступает утро. Это очень простая книжка. Она прекрасно сработает, как колыбельная книга, это прям целый отдельный жанр. Она очень хороша для чтения маленькому, совсем маленькому ребенку, вечером, поздно в постели, когда и лес не так темен, и мир не так страшен вокруг. Потому что все уютно, все уютное, все родное, все рядышком, и рядом мама, и рядом папа, и рядом тот, кто читает ему эту замечательную сказку. Вот такая неожиданная Астрид Лингрен. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.